Максим Галкин и Николай Басков дружат много лет. Артисты не раз бывали вместе на гастролях и участвовали в одних и тех же концертах, так что знают друг о друге немало закулисных секретов. В эфире YouTube-шоу «Я себя знаю», — Галкин рассказал забавный случай, который произошел во время их совместного визита в Юрмалу. Максим вспомнил, как Басков умудрился уронить банку с солеными огурцами на президента Латвии. «Новая волна, Юрмала, президент Латвии, тогда это был Валдис Затлерс, приглашает нас, артистов, на завтрак», — сообщил Максим. «У него была и сейчас есть резиденция. И с утра, примерно в десяти. Тридцать мы приходим на этот завтрак. Там были Раймонд Паулс, Лев Лещенко, Надежда Бабкина, Лайма Буайкуля, Игорь Николаев и я. Трапеза проходила в лучших традициях европейской дипломатии, степенной Чопорна. За столом велись такие же степенные светские беседы. Примерно через полчаса после начала завтрака в зал вихрем ворвался опоздавший Николай Басков. По словам Галкина, тенор всю ночь гулял, веселился и употреблял горячительные напитки. Басков буквально взорвал их консервативное мероприятие, громко заявив, что он хоть и опоздал, зато пришел с подарком. Что это был за подарок? Если выбрать из всего возможного, что подарить, это была бы последняя вещь, которую я бы стал дарить президенту Латвии. Это была бутылка водки в упаковке в виде советского снаряда с красной звездой. То есть такой защитного цвета болит, фауст патрон, тут такая красная звезда, тут написано что-то типа расобран экспорт, рассказал Галкин. Повисла неловкая пауза. Президент Латвии явно не знал, что делать с презентом, и не торопился говорить, что он рад его получить. Басков, изумленный и даже немножко обиженный этим замешательством, нетерпеливо сказал, но, вы, наверное, не поняли. Смотрите, с этими словами он поместил упаковку снаряд на плечо, словно базуку. В этот момент крышка снаряда открылась, и выяснилось, что кроме бутылки водки в ней была еще и банка с малосольными огурцами. Банка вылетела и с громким звоном разбилась о подлокотник кованого стула, на котором сидел затверс. Сотни осколков вместе с рассолом дождем пролились прямо на дорогой костюм президента Латвии. Он был весь в этом рассоле, и дальше происходит следующее. Басков говорит, ну вот, ставит бутылку водки, садится и начинает пунцовить. Причем ему с одной стороны, стыдно, с другой он пытается сдержать смех, рассказал Галкин. Надо отдать должное выдержке президенту Латвии, он вежливо сказал, что ничего страшного не произошло. Бутылка водки немым укором маячила на столе. Обстановку разрядил Лев Лещенко. Ну что, может быть водочки тогда? Спросил певец. Напомним, это был завтрак, и на часах было около 11 часов утра. Лещенко поддержала жена президента Латвии, сообщившая, что она как раз накануне засолила малосольные огурцы. Все собравшиеся выпили водки, и постепенно беседа оживилась. Субтитры создавал DimaTorzok